откуда я русский язык знаю я только здесь в россии знал русский до когда в нигере интернет good morning internet всем привет добрый день доброе утро добрый вечер все зависит от время когда это видео смотрит добро пожаловать на мой канал есть бобби и если вы новый добро пожаловать если вы стали спасибо что вы со мной и я хочу благодарю все каждый из вас за ваши активности и лайк и я хочу сказать мне очень приятно и спасибо за поддержка спасибо что вы подписались и спасибо что вы подражаете меня это очень приятно и если вы новый не забыть и тоже подписаться от спасибо большое это видео это просто я хочу отвечать на вопросы типа как ты как ты отказался суд или почему ты его россии приехал в россию приехал или как оказался здесь я говорю что я не просто так купил билет и приехал сюда у меня была причина это учеба приехал здесь учиться в мои государства и все российские государства заключили такой договор что студент можно оттуда приехал сюда и отсюда туда вот именно а я когда узнал об этого я подал заявку и заявление документ и меня пригласил на экзамен собеседование я сдал все устно и письменно все отлично прошло и успешно и вот мне сказал вот у лала тебе нужно приехать в россии учиться и там конечно условия было что надо изучать русский язык новую нигерия может быть уже начинаю если такой школа но раньше когда я хотел когда я подал документ чтобы приехать сюда не было такой возможности этом и наши условия было что надо на русском языке учиться типа из этого я сразу когда нам сюда отправили мы сразу поступил в подготовительный факультет это таки деми изучали русский язык должна быть год но нам поздно отправили сюда поэтому осталось у нас 6 месяца и нужно это 6 месяца выучить элементарные вещи чтобы сдавать за чтобы мы можем дальше поступить в университет именно давление такое было много но слава богу все было хорошо учились каждый день и изучали и читали и слава богу наши преподаватели они хорошо нам вы изучали типа выучили все было учили как разговаривать и каждый день конечно я изучаю это язык это очень сложный язык я могу но сказать что это сложнее но стараюсь английский язык я знаю француз но русский язык я никогда невы жизни не изучал вот приехали мы поступили в подготовительный факультет и там нам выучали русский язык и все хорошо стали и вот он поступили в университете пос под närми сдали экзамены вот имена из этого я оказался в россии я откуда я русский язык знаю я только здесь в россии и знал русский до когда в нигерии я даша не знаю русский язык я к приехал я изучал язык на мышито это Условия, чтобы поступить в Россию на бюджетные места, как лоя. Конечно, было сложно, потому что язык сам сложный и богатый язык. Из этого мы старались каждый день изучать. Даже после, что мы сдали экзамен, все равно, когда поступили в университет, сложно было слышать лекции, когда преподавать. Слава Богу, мы вместе с местными, или россиян, или русским изучали. Из этого, когда прерыв есть, мы взяли, или после пары, мы возьмем их тетрадь. И приписать, что они написали на лекции, потому что мы не успеваем, потому что преподавать быстро, и мы даже еле-еле писали. Особенно первый курс, вообще это сложно. Но за то, что у нас ребята хорошие, мы взяли их тетради, все приписали. И потом, когда мы дома, мы два раза, типа, понимаешь, на такой ситуации, что если мы изучаем на пару, мы приходим дома, изучаем то же, что на лекции было. И слова, которые мы не понимаем, мы не делали перевод через перевод. Ну, иногда переводчик, даже это, Google переводчик нехорошо переводит это, и придется спросить, кто-то хорошо английский понимает, и русский, чтобы подобно объяснил. Вот именно, это так жили первый курс. Второй курс еле-еле. А третий курс уже начинается сам писать свои лекции, и уже начинает понимать язык, и уже можно сам лекции писать, да. Ну, первый и второй курс вообще сложно. Но обычный разговор, нормальный, но, типа, технические слова или все это сложно. И нам экзам было сложно, потому что тоже надо защищать, писать контрольную работу на русском, экзам писать, устный, надо тоже рассказать, что ты знаешь. Иногда ты знаешь вещи, но вообще, как рассказать, это сложно. Иногда некоторые преподаватели-то понимают, они, которые, им плевать, они тебе говорят, ты приехал здесь учиться, пусть надо язык знать. Ну, конечно, это понимаю, конечно, надо язык же, но понимаете, что язык сложный, это не похоже на английский, чтобы быстренько выучить. Мы стараемся же, мы не так лень. Поэтому иногда какой-то момент обиды, потому что почему человек так принимает. Но некоторые, вообще, большинство хорошо понимают и стараются, да, по-добре делать. Но они, типа, халят дают, но просто понимают, что мы стараемся, вот именно. Человеку можно объяснить, что он знает какой-то предмет, даже если языка нет. Но преподаватель знает, что он знает. Если ты можешь объяснить, даже писать, особенно математика, там не надо ничего рассказать. Там просто надо писать или некоторые вещи, вот именно. Вот так получилось, что зашли и потом диплом писали на русском, зачитывали на русском языке. Из этого у меня плюс, что я находился в стране и нахожусь в стране, где налево-направо все на русском языке разговаривали. Из этого играл большой плюс. Из этого играл большой плюс. Я получил опыт и практикал с каждой днём. Я даже в свободное время смотрю кино на русском языке, и читаю книжки или газеты, стараюсь новые новости на русском языке читать, чтобы увеличить свои запасные, грубо говоря, слова. Вот именно. Так вот, из этого я... Русский язык, так-так. Но я, конечно, пару времен я ошибку делал. Но это что? Это не мой родной язык, но я стараюсь. Это да. Вот именно на это, я думаю, я на это вопрос ответил. Почему я здесь в России? Почему именно в России? Вот я сам не приехал, потому что сам хотел. Но я сам хотел, но не просто так. Как есть люди, которые приезжают здесь просто потому, что либо русский у них здесь учился и решил их отправить сюда, или кто-то здесь, друзья, которые здесь учился, говорят, приехал сюда, можно учиться. Вот именно. Но у меня такого не было. Вот именно. У меня, за что я приехал на бюджетное место учиться из этого договора, слава богу. И после, когда я закончил, тоже мне продлил учебу. Благодарю Государственную Российскую Федерацию мне дали возможность еще поступить на магистратуру второй раз. Первый раз. И пока лава было, это между Нигерия и Россия. После того, я закончил этот договор, меня подключил новый. Я на бюджетное место учился. Вот. И тоже, ну, а потом последняя магистратура. Последняя, грубо говоря, высшее образование. Я сам себе оплатил за это, потому что не успел заранее документ подавать, чтобы получить бюджетное место. Но ничего страшного. Они уже постарались уже. Ничего страшного. Главное, элементарные вещи я уже получил. Вот. Вот так получила моя судьба в России. Именно вот. И я приехал, мне понравится культура, изучаю, читаю историю про Россию. Все это. Мне стало интересно. Уже начинаю понимать некоторые вещи, которые знал раньше, неправда. И вот начинаю менять мнения. И начинаю понимать, как есть. Они что-то в СМИ пишут. Или в новости напишут. Ладно, ребята, я очень рад, наверное, это видео отвечал на ваши вопросы. И дрожится. Буду выкладывать еще в видео. И не забудь подписаться, пожалуйста. Это помогает мне. И не забудь понравиться. Лайк ставить тоже. Хорошей активности. Хорошего вечера. Хорошего дня. И все. Пока-пока.